всем привет вы на канале wild fox и сегодня я вам расскажу несколько способов того чтобы увеличить свой шанс в победе в поединке wildcraft и так начнем пожалуй с самого главного при поединке рекомендуется прыгать потому что когда вы прыгаете прыжки вы сможет несколько раз уже ударить противник и у вас уже будет намного меньше шансов победить второе когда вы видите что противник хочет вас атаковать ну по его действиям по действиям персонажа увидеть что он вас хочет атаковать то вы в этот момент включаете оглушение так вы его остановите и плюсом пока он еще сориентируется когда уже она кончится можно будет зон снова вас таковать мужа сможет нанести несколько ударов и еще одно важное правило никогда не делитесь персонажем уровень которого хотя бы на десять уровней выше вашего потому что так вы сто процентов не помените ну и за исключением того если у того персонажа поэтому маленького уровня а у вас допустим большого тогда у вас еще нет шанс победить но все-таки лучше не стоит а также когда я была нудиком в этой игре ну согласитесь мы все были нудиками в этой игре я очень злилась на то что в арене для боев очень жестокие игроки они просто нападают без причины так вот ребят я вам вот что хочу сказать так и не поняла откуда на льду взялась пыль от лап моего персонажа ну ладно допустим так вот когда вы заходите на эту арену для боев вам там сразу при входе на эту игру говорят добро пожаловать в арену для боев и так далее и потом там в конце написано на вас могут нападать и вы можете нападать еще когда вы подключаете к этой игре то есть нажимаете быстрый гляд там голубым шрифтом написано режим соревнований и приготовьтесь к ожесточенной схватке то есть как бы вас уже предупреждает что пощаду вам никакой там не будет поэтому на это лучше не злиться если вы будете в чат писать что типа не бейте меня и ничего не сделал и так далее то вас могут просто за это забанить поэтому на арену лучше приходить с высоким уровнем пэта приятеля и саму персонажа также есть еще один способ работы с оглушением когда вы оглушаете персонажа то вы просто можете бегать вокруг него и пока он сориентируется пока она вас зафиксированного свою камеру пускай дан даже если это будет фиксированная пройдет очень много времени поэтому уже успеете несколько раз ударить я надеюсь я вам помогла на этом всем всем пока